Девушки отдыхают Ведь вы никому не доверяете Выполняя задание, завещанное ему покойной М, Джеймс Бонд преследует криминального оперативника, пытающегося организовать массовый теракт в Мексике Следуя ниточке, тянущейся от этого дела, агент 007 узнает о существовании глобальной тайной организации, которая называет себя «Спектр» Также Бонд выясняет, что возглавляет эту преступную структуру человек, которого он уже много лет считает погибшим Тем временем в Лондоне новый глава Объединенной службы разведки борется с новым М за закрытие программы 00 и за замену оперативников вроде Бонда системами слежения и телеуправляемыми дронами В мировой прокат вышел новый фильм о Джеймсе Бонде 007 «Спектр» По прогнозам, 24-я серия станет одной из самых кассовых среди всех лент о Джеймсе Бонде Дэниел Крейг «Шестой Бонд» пока является самым успешным из всех Кассовые сборы его фильмов в среднем составили 835 миллионов долларов, но и бюджет на съемку серьезно вырос Инвесторы, вложившиеся в 24-й официальный фильм о Джеймсе Бонде, потратили на него 300 миллионов долларов, по другим данным 350 миллионов Это вторая по дороговизне картина всех времен после блокбастера «Пираты Карибского моря» на странных берегах Казалось бы, кино с таким бюджетом обязано разить на повал грандиозными запредельными трюками и спецэффектами Но режиссер Сэм Мендес, снявший 007 «Координаты Skyfall», превратил Бондиану не просто в экшн-франшизу, но в настоящий психологический триллер Поэтому 007 «Спектр» получился неплохим олдскульным шпионским фильмом Единственная причина, по которой я приступил ко второму фильму про Бонда, та же, что и в случае с любым другим фильмом Мне не безразлична история Ты всегда чувствуешь, что тебе попалась именно та история, которую ты обязан, как режиссер, рассказать зрителю Вот что и произошло со мной после опыта с предыдущим фильмом об «Агенте 007» Сценарий «Спектра» мне показался таким же интересным С другой стороны, по прошлому фильму все поклонники цикла заметили, что я углубился в психологизм героев И вывел почти что на передний план тех, кто обычно оставался в тени Джеймса Бонда, то есть его помощников И теперь я чувствую некую ответственность за содеянное, что приходится развивать их сюжетные линии и дальше Именно из-за меня появился новый босс у агента 007 «М», которого теперь играет Рейв Пайнс Я укропнил героиню Мани Пенни в лице Ноэми Хэррис И теперь полноценный герой Бондианы Кью, которого играет Бен Уишоу Так что происходит, Джеймс? Говорят, тебе конец А ты как думаешь? Думаю, это только начало Красавица, правда? Разгон до сотни за 3,2 секунды Есть еще парочка тузов в руках? Сделай для меня еще кое-что Что ты задумал? Помоги мне исчезнуть Финал координаты Skyfall стал отличной точкой в прежней истории Бондианы И теперь в новом фильме «Спектр» мы начинаем какую-то совершенно другую историю Известные по книгам второстепенные герои становятся неотъемлемой частью жизни агента 007 Рейв Файнс возвращается в лице нового М, который приобретает как бы свежий взгляд на все и всех Да и всегда другой актер в роли привычного персонажа добавляет сам по себе какую-то новизну во всю историю Новый М обожает жизнь, у него есть свой набор правил и понимание того, как контролируемая им программа Ми-6 под кодовым названием 00 должна функционировать на новом этапе ее деятельности при смене руководства М предстоит не просто быть кабинетным функционером, а по-настоящему бороться за свое подразделение, как с внешними, так и с внутренними врагами Но так или иначе, у них с Джеймсом Бондом одна общая цель Итак, организация «Спектр» ответственна за преступления, которые Бонд раскрывал в шести предыдущих фильмах «Доктор Ноу» из «России с любовью», «Шаровая молния», «Живешь только дважды», «Секретная служба Ее Величества» и «Бриллианты навсегда» В фильме «007 «Спектр» организация представлена как современная преступная группировка По главе которой стоит человек, родом из детства самого Джеймса Бонда Роль нового врага, агента 007, на этот раз исполнил Кристоф Вальц Посмотрите вокруг, Джеймс Все, во что вы верили В руинах Зачем вы здесь? Чтобы убить вас А я думал, вы пришли умереть Это смотря с какой стороны взглянуть Мне было дико любопытно поучаствовать в том, что уже давно является неоспоримым феноменом в нашей поп-культуре Я имею в виду всю франшизу Бондианы Меня правда именно это привлекло в предложенной роли Конечно, играть злодея интересно вдвойне, нежели обычного положительного героя Так было и в случае с главой организации «Спектр» Это организация Как она называется? Это «Спектр» А ты знаешь, что их связывает? Я Проходи, Джеймс Мы так часто пересекались, но ты ни разу не видел меня Что-то так долго Режиссер Сэм Мендес не просто вывел на передний план положительных героев-соратников Джеймса Бонда Но и расширил галерею отрицательных персонажей В «Спектре» есть не просто главный злодей Но и его громила помощник, мистер Хинкс Которым отведена миссия «Стереть с лица земли» агента 007 Его роль исполнил известный американский профессиональный рестлер Дэйв Батиста Второстепенный герой Бондианы стали на один уровень с главными персонажами Именно они, то есть Хинкс, Эм и Манни Пэйни Прилетели в Москву на российскую премьеру нового фильма Бондианы 007 «Спектр» Итак, Дэйв, поздравляю вас с потрясающей работой в новом фильме и серии Бондианы 007 «Спектр» Мой первый вопрос Каково оно быть частью этой знаменитой франшизы? Это просто потрясающе Сейчас я буду говорить исключительно как фанат Я же ведь вырос на всех фильмах про Джеймса Бонда Я был еще ребенком, когда Бондиана только-только появилась И я теперь питаю легкую надежду, что, может быть, лет так через 20-30 Кто-нибудь будет вот так же сидеть на моем месте и вспоминать моего героя, мистера Хинкса Оценивать мой скромный вклад в эту франшизу Как я сейчас восторгаюсь тем, что уже было сделано раньше У меня с Джеймсом Бондом связано много забавных детских воспоминаний И сейчас я горд тем, что и сам вот дорос до того момента, когда внес и свою лепту в Бондиану Это реально очень приятное чувство Да, вы играете реально очень плохого парня, мистера Хинкса И вы уже неоднократно признавались в своих интервью, что это была отличная идея согласиться на роль отрицательного персонажа Это правда? И почему? Это правда Я не знаю, почему я так радуюсь этому факту Может, нам всегда хочется сыграть полную противоположность себя Я сам по природе очень добрый человек, с открытым сердцем Местами я веду себя очень скромно и частенько стесняюсь Но сыграть на экране героя, который живет без правил, все громит на своем пути У него нет никаких барьеров и фильтров, может говорить все, что угодно И делать то же самое, например, выдавливать пальцами глаза кому-нибудь Кстати, мой герой за весь фильм говорит практически одну фразу Остальное время пытается физически расправиться с Джеймсом Бондом Но это и правда очень весело и интересно играть откровенного негодяя Итак, мистер Файнс, ваш герой М, как мне кажется, представляет собой такого классического шпиона из времен Холодной войны А как лично вы определяете его для себя с учетом тех сценарных снововведений, которые совершил режиссер Сэм Мендес? Да, М действительно агент, которого когда-то натренировали шпионы из эпохи Холодной войны Он обладает отличным шпионским нюхом, если так можно выразиться, в лучших традициях разведывательной деятельности И сейчас М оказался в заложниках у эры цифровых технологий, которые все больше и глубже проникают в разведки мира И хотя мой герой всегда доверял своим инстинктам в работе, он не может отрицать важности новых изменений Тем более, что в этом и есть принцип демократии — делать то, что требует большинство М искренне верит, что с помощью новых сложившихся условий он сможет защитить всю нацию и те ценности, при защите которых и было выбрано народом то самое правительство Великобритании А секретная служба Ее Величества функционирует не сама по себе, она работает как часть правительства и призвана защищать обычных людей М очень умный человек, он прекрасно понимает сложившиеся условия, те изменения, которые они спровоцировали И он не может позволить себе оставаться каким-то динозавром в современной разведке Поэтому мой герой вынужден соблюдать некий баланс, придерживаться традиций шпионажа и старых методов С оглядкой на постоянно меняющийся миропорядок и то направление, в котором человечество и политики движутся Мне кажется, это хорошая черта любого шефа разведслужбы Неотъемлемая часть любой части Бондианы — это машины, оружие, песня и, конечно же, девушка Бонда Все это есть и в новом фильме 007 Spectre За главную композицию к картине «Writings on the Wall» продюсеры поручили исполнить новой звезде современной британской поп-сцены Талантливому певцу Сэму Смиту 24-й фильм о Джеймсе Бонди ознаменовал 50-летний юбилей сотрудничества создателей картины с автомобильной компанией Aston Martin Который впервые за историю своего существования выпустил машину специально для съемок — модель DB10 Предельная скорость машины составляет 305 км в час До 100 км в час автомобиль разгоняется за 4,7 секунды Обтекаемый корпус напоминает нос акулы Всем своим видом говоря о том, что обновленная классика Aston создана специально для секретного агента Ну и, наконец, у Джеймса Бонда в новом фильме уже три официальные девушки Каждая для разных целей Помощница Манни Пенни в исполнении Наоми Хэррис Увлечение на ночь в виде вдовы итальянского мафиози Ее роли прекрасная Моника Белуччи И для любви на пару месяцев доктор Мадлен Сван Ее сыграла французская актриса Леа Сейду Существуют образы, которые останутся в истории кино навсегда Особенно в плане девушек Бонда Все помнят Урсулу Андрес, выходящую из воды А для меня этот образ сравним с культовой Анитой Экберг из «Сладкой жизни Феллини» Все эти образы девушек Бонда всегда были такими сильными Их женственность такая глубокая и представлена потрясающими актрисами Как, например, Розмунд Пайк, Софи Марсо, Эва Грин и вот теперь Леа Сейду Она очень красивая и талантливая В общем, она отличная девушка Бонда Моя героиня – врач, очень сильная женщина Которая обладает острым умом, охраняет свою независимость И она вообще ничего не хочет слышать или делать что-то вместе с Джеймсом Бондом Когда Мадлен впервые встречает его, она абсолютно не впечатлена этим знаменитым шпионом Ты и правда этого хочешь? Жить в тени Преследовать Убегать Всегда один Я все время думаю об этом Это все я, Джеймс Виновник всех твоих бед Итак, с бюджетом за 300 миллионов долларов 24-й фильм про агента 007 стал не просто самым дорогим в истории франшизы Но еще и самым длинным и географически разросшимся С хронометражом в 2,5 часа режиссер Сэм Мендес сумел объехать несколько континентов И поснимать везде, где предполагал первоначальный сценарий 007 Спектр И в Лондоне, и в Риме, и в заснеженных австрийских Альпах, и в марокканском Танжере, и даже в Мехико Где была устроена одна из самых грандиозных массовых сцен Полторы тысячи статистов изображали знаменитый мексиканский праздник День мертвых Джеймс Бонд в новой серии может похвастаться не только наличием традиционных цитат и фирменных афоризмов Но еще и не дюжим чувством юмора Шуток в фильме действительно много В общем, все ставки сделаны Осталось дождаться результатов мирового бокс-офиса Смогут ли кассовые сборы Спектра побить рекорд координаты Skyfall Принесших к кинокомпании Sony Pictures более 1 миллиарда долларов Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова